Я сразу, ну, погоди. Я такой сразу понял, что что? Это Антуэр Пан. Это Антуэр Пан. Это Антуэр Пан. Это Антуэр Пан. Вайбер. Правильно? Их же два брата, правильно? Ну, вижу, погребняк. Это же Минт. Я, короче, его сначала понял, а потом все забыл. Хиты, мокрые кроссы, Аленка, Витаминка. Правильно? Ложь. А что право живет? Всем привет! Я Игорь Дивеев, это Никита Чернов и мы игроки сборной России. Скоро у нас матч с братской Беларуси, поэтому время традиционного квиза. Поехали! Первый раунд. Нам нужно угадать футболиста по клубам, в которых он играл. Кто раньше отгадал, тот и получит балл. Ну, я думаю, я знаю, кто это. Сейчас, секунду. Ну, давай, говори, я тоже думаю. Мне кажется, это Глеб. Да, я тоже думаю, Глеб. Следующая. Я думаю, я знаю, кто это. Ты готов? Сейчас, подожди. Ростов, Ростов. Мы его на фотке видели. Ну да, Калачев? Да. Наверное. Я думаю, Калачев сказал, да. Следующий. Спада, Крылья, Макаби, Химкис. Я готов. Не знаю. Тихонов. Следующий. Я знаю. Корнейленко. Следующий. Спартака, Москва. Мирида. Торпеда. Сан-Паули. Кто перешел из Спартака в Динамо? Да. Вот сейчас думаю просто. Я думаю, это в десятых годах где-то, наверное, играл человек. Или раньше. Какая у него позиция? Можно позиции? Нехарождающий. Пиццарь? Пиццарев? Да. Хорош тебе играть будешь. Следующий. Следующий. Владивосток. Жемчужина. 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 Динамо. Ростов. Антвайрпом. Ага. Фельге. Владивосток. Минск, Минск, Металлург, Коярск, Залия, Жемчужину, Блин, а кто это? Я бы не вспомнил, я тоже, следующий, а ты не знал это про Корнеленко? Нет, я Глеба понял сразу, ну не сразу, я просто смотрю Барселону и Белоруссию. Второй раунд, здесь проще. Назвать человека с фотографией, кто раньше отгадал, тот и получил балл. Поехали. Готов? Ну да, Видаль. Наверное правильно. Давай готов и так далее. Ну давай, да, с Ростом играли, кстати. С Калачев слева. Играл, играет. Там Ливандов, сыграл в Белоруссии. Да. Дальше? Это не Хабеллонсов? А Хабеллонсов, кстати, да. Я думал, Белоруссий, знаешь, похоже, далеко. Следующий. Готов. Саенко. Саенко, да, точно. Следующий. Сане. Мартынович. Следующий. Готов. Готов. С СЭСК. Фабригос. Следующий. Готов. Готов. С Карпином. Следующий. Готов. Хедира. Готов. Какой? Я забыл голосовать. Их же два брата, правильно? Ну вижу, по гребнях. Не, ну ладно, будем считать, что правильно. Следующий. Кто это такой? Что-то интересно. Павличенко с Тоттенхэмом, когда он был. Блин, честно, не знаю. Ну, похож на Чёрлук у кого-то. Ну, говорит, или может быть Чёрлук. Может быть Чёрлук, но вряд ли, я думаю. Да? Я, короче, его сначала понял, а потом всё забыл. Третий раунд традиционный. Правда или ложь? Задаем друг другу вопросы. За правильные ответы получаем балл. На конуши. Раз, да, на ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. А я что, забыл? Поехали так. Сборная Беларуси входила в топ-40 сборных мира. Нет. Это твой ответ? Да. Входила. Беларусь занимала 38 место рейтинга FIFA в 2010 году. Сборная Беларуси дважды играла на чемпионатах Европы. Ложь. Правильно? Ложь. А чё, правда? А, ну да, они играли же, да. Чё тебя? Они играли же, точно. Хиты, мокрые кроссы, Аленка, Витаминка, исполняет певец Тима Белорусских. На самом деле Тимофей Морозов, настоящее имя артиста. Не является артистом из Белоруссии. Правда или ложь? А если я всегда буду правду говорить и ржаться по-подопаду? Ну да, может быть. Я думаю, что правда. Ложь. Родился в Минске в 98 году. Нифига себе, Тимофей Белорусский. Ты буду знать. Чего-нибудь таки сложно. Косил ясь конюшину? Косил ясь конюшин? Это мне надо повторить. Вокальный инструментальный ансамбль «Песняры» гордость Белоруссии. Один из хитов «Косил ясь конюшину» стал известен благодаря мультфильму «Смешарики». Правда или ложь? Он появился в мультфильме, но погоди. Спасибо, Стасик, что он сейчас вспомнил. Я сразу, ну погоди. Следующий. Я понял, вы меня хотели бы убить. Большинство традиционных блюд в белорусской кухне содержат картофель. Ну, я думаю, что правда безусловная. Правда. Картофельные драники, колдуны, глетские картофельные и другое. Ну, это читалось на самом деле. Ну, да. Я люблю картофельные драники. Ядраники тоже вообще кайфую. Колдуны, кстати, не надо попробовать вообще тоже. Очень вкусно. Готов? Да. Минск младше Москвы. Правда или ложь? Минск младше Москвы. Правда или ложь? Правда. Ответ – ложь. Минск старше Москвы. Он был основан в 1067 году, а Москва – в 1147 году. Физ, уже Минск. Ааа. 80 лет. А что, у меня одна ложь только там? Думал, что правда. Следующее. Вайбер. Правильно? А, это фамилия чья-то. Понял? Да, да. Мессенджер Вайбер был изобретен в Белоруссии. Правда или ложь? Ложь. Правда. Просто правда. Как это просто столько стран. Готов? Да. В школах Белоруссии знания учеников оцениваются по 10-балльной системе. Правда или ложь? Я думаю, правда. Ты думаешь, правильно? Нет, потому что я это слышал даже. По 10-балль? Да. Стас тебе сказал? Нет, нет, я просто узнал, слышал, знаешь, услышал. Это была напряженная игра, вот, сегодня не получилось выявить победителя, поэтому победила дружба, выявить спасибо. Спасибо. Вот, надеюсь, вы будете болеть за нас на игре с Белоруссией, поэтому все ждем. Пока-пока. Пока! Пока!